15-летний ученик Приморского лицея Борис Чубин год назад изобрел уникальный навигатор для слепых, новизну которого отметили в научных кругах многих стран мира. А США и Германия сразу пригласили юное дарование для учебы и продолжения своих исследований. Но оценив общественно-политическую обстановку Боря решил остаться на родине и помочь стране в такой сложный для нее период. Сейчас он занимается разработками для оборонной промышленности Украины, в частности прибором, который поможет украинской армии избежать потерь в зоне боевых действий. Борис Чубин свободно владеет английским, немецким и китайским языками. 11-летняя Екатерина Листошенкова, жительница поселка Лиманское Раздельнянского района Одесской области, стала победителем всеукраинской премии «Чудо-ребенок-2015» в номинации «Самый героический ребенок». Девочка получила награду за то, что зимой прошлого года спасла односельчанина-первоклассника, провалившегося под лед. Пятилетний одессит Макар Железняк прославился на просторах интернета благодаря видео, на котором малыш носится по трассе в гоночном автомобиле. Удивительно, но картингом Макар занимается с двух лет. В 2015 году мальчик принял участие в семи чемпионатах и соревнованиях разного ранга. 4 октября юный шумахер из Одессы был занесен в Книгу рекордов Украины, как самый младший гонщик нашей страны. 14-летняя учница детской художественной школы имени Костанди Елизавета Лисютина – обладатель многих престижных наград, полученных на творческих конкурсах. Работы девочки неоднократно публиковались в изданиях Южноукраинского медиахолдинга. В 2015 году Лиза завоевала гран-при всеукраинского конкурса, посвященного 200-летию Тараса Шевченко. Стала победителем всеукраинских конкурсов «Объеднай мойся ж, браты мои, и я, хоть ужиты в якисном усвите». 11-летняя Полина Антоненко учится в средней специализированной музыкальной школе имени Столярского в классе профессора Татьяны Фоминой. В 2015 году Полина стала лауреатом нескольких конкурсов, в том числе международного «Юные пианисты», проходившего в Вене. Девочка уже неоднократно выступала с камерным оркестром Одесской филармонии. Полина с успехом играет не только соло, но и в дуэте с другим учеником школы Столярского Ильей Кауфманом. 14-летняя Александра Лукашева в этом году стала студенткой Одесского училища искусств и культуры имени Данкевича, отделения народной и современной хореографии. Александра – шестикратная чемпионка Украины в категории «Фолкденс», победительница Кубка Европы и Кубка мира. Она – обладательница золотой награды национального чемпионата Украины по танцевальному шоу 2015, награды «Золота» знака 2015. Звание «Лучший танцор Украины» и «Золотой танцор 2015». И вместе с тем Сашенька является победителем нескольких литературных творческих конкурсов. 9-летнему дзюдоисту Егору Свистунову 2015 год принес чемпионский титул. В июне в Голландии завершился традиционный международный турнир по дзюдо «Венрей» 2015, где блестящий результат показала команда одесситов. В составе команды было четверо спортсменов – Егор Свистунов, Дарья Дякун, Даниил Санин и Тигран Кривицкий. Выиграв 4 поединка, Егор Свистунов с золотой наградой взошел на высшую ступень пьедестала почета. 12-летний Феодосий Медведенко всего два года учится игре на саксофоне в среднеспециальной музыкальной школе имени Столярского в классе преподавателя Зои Рудько. И уже сумел многого добиться. 2015 год принес Феодосию третью премию на областном исполнительском конкурсе и вторую на фестивале «Сонечный промень». Он стал лауреатом первой премии на международном конкурсе «Сурмы Буковыны», а также финалистом международного конкурса «Золотой саксофон Одессы», где ему был вручен специальный приз на одежда Одессы. Победным стал 2015 год для 18-летней Ирины Зарецкой. Каратистка из Одессы Ирина Зарецкая завоевала два первых места в престижном коммерческом турнире «Дубаю Оупен-2015». Всего спортсменка провела семь поединков и в каждом одержала победу. Кроме того, Ирина заняла третье место на чемпионате мира по карате в категории «Женщин 18+,», который проходил в начале ноября в Бремене, Германия. Вот такая боевая девушка из Одессы. Ученику 10-го физического класса Решильевского лицея Роману Солецкому 15 лет. Он неоднократный победитель областных олимпиад по физике, математике, астрономии и химии. В 2015 году Роман стал победителем всеукраинской олимпиады по физике и по астрономии и был включен в сборную команды Украины для участия в 9-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая проходила в Индонезии. Роман стал бронзовым призером этой авторитетной научной олимпиады. С раннего возраста Кристина Мозелева занималась художественной гимнастикой, танцевала, принимала участие в конкурсах красоты и получила звание первая вице-мини-мисс Одесса 2008 и мини-талант Украины 2009. А сейчас ее главное увлечение – это пение. За последние два года Кристина приняла участие в семи конкурсах вокалистов и везде завоевала призовые места. Популярность ей принес клип на песню «Не ставь мне лайки». В 2015 году 13-летняя Кристина Мозелева стала финалисткой шоу «Я артист». Несмотря на 17-летний возраст, юниором в журналистике Михаила Комодовского не назовешь. В 12 лет он создал международную детскую телекомпанию LTV, которая насчитывала более 30 сотрудников, а также имела целую сеть спецкоров за границей. Уже тогда он свободно общался с первыми лицами страны, звездами шоу-бизнеса и другими знаковыми персонами. Сегодня Михаил успешно сотрудничает с ТСН, телеканалом «Дождь», с третьим цифровым. Его репортажи отличаются содержательностью, точностью оценок событий и явлений, яркой подачей материала. В октябре 2015 года в Одессе прошел шестой международный конкурс пианистов памяти Эмиля Гилельса. Первую премию и золотую медаль на нем завоевал студент Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой Владимир Кочнев. Это не единственная престижная награда молодого музыканта. В 2013 году он завоевал первую премию на конкурсе памяти профессора Людмилы Гинсбург. Степ называют музыкой ног. То есть это не только танец, потому что в степе движение принципиально сопряжено со звукоизвлечением. Если закрыть глаза и не смотреть на степиста, можно получить массу удовольствия от того ритма, который он извлекает. Так считает двукратный чемпион мира по степу Одессит Сергей Остапенко. Сегодня Сергей не только сам принимает участие в соревнованиях, но и тренирует юных степистов, которые в свою очередь становятся чемпионами. В начале декабря 2015 года юная одесситка Анастасия Павлишина, ученица школы танца Сильветы Атаулиной и Алексея Гилко, которая сейчас тренируется у двукратного чемпиона мира по степу Сергея Остапенко, завоевала золото чемпионата мира, который традиционно проходит в Германии. Юная степистка из Одессы уверенно обошла 23 конкуренток из 10 стран и стала победительницей в своей возрастной категории соло девочки-дети. Таковы они, наши юные звезды, такое прекрасное и талантливое будущее у нашей Одессы.